доброе утро друзья нас рассвет на речке мужики там за поворотом и тут пробуем дальше посмотрим друзья и не обрыгался самого раннего утра хорошими ночи на росли красота и только блин я счастлив я счастлив братцы мужики клюет у вас нет лично на самодельную удочку блин какой-то кайф друзья сделал перед рыбалкой удочки на токар очки ручку хлыстик вот у отца в гараже нашел от этот или как он называется вот это это булавки загнутые термоусадочка кайф а это я у деда саши подсмотрел усаниного отца вот вот такой вариант сюда вот пруточки можно вставлять и удочку не утащит вот отверстие вот это блин кайф друзья рассвет красота блин мороз блин как и рад что хоть что-то у нас клевать начала все продолжаем камера села братцы порой порой пришел но не кабан были но это все равно приятно ё-моё хоть что-то поклевывать стало блин такой кайфа не зря мы сюда ехали брат не зря но долго стучать приходится не сразу поклевка зато на свою удочку сегодня мы на технике поедем по реке дорога вон тут накатана кто-то накатал и мы тоже попытаемся уехать в общем сегодня мы рыболовецкой артелью на на льду все сейчас там провалились ехали ходом пролетели можно рыбачить прям там час в этой у вас чудо плохое начало происходить и влад лягушку на пулю не насадил в лунку из он еще похвастался всем смотрите какая красивая у меня жаба она прыг туда не ну подкармливаем получается мы приехали он удочка сработанного мужиков они дальше уехали сейчас достанем не оторвал сейчас дернет и все и червяк даже целый только внимание обратили он одна удочка была у пацанов сработана но пустая и вот это смотрим тоже опрокинутая и он у пахи оторвало оторвало пулю наш палец порезала блеску вытягивал и оторвало ну вот у мужиков поймалась сейчас ну тут оставим заберут чтоб еще работало вот так вот вот она рыбалка самая настоящая ни один рыб инспектор не сохранил столько рыбы и охот инспектор столько зверя как вот это вот храбрая вода кстати вот этому рецепту многие подвержены вот ребята тоже тут донки ставили нормально за добарились поставили подки налили и все и вон результат даже вроде размешался красота солнце харя загорает ты это где ваших 100 килограмм до легла ночью не познакомились влад сказал что дальше еще больше рыбы чем сейчас мы наловили заставляет пах уехать вот в это озеро сюда вообще никто не ездит это последний пункт назначения ну с условием того что он мужики стоят рыбачит на зилу и надо только было уточнить сколько метров лебедки охренеть паха думает на хрен мне это надо такие перегрузки вот это гнет тачку влад в мире это идет фарватер капец хоть бы ничего не было а то у нас вся рыбалка здесь пройдет оставшиеся ну чё ты водя намазал все таки да на авантюру очередную я здесь давно уже не ездил ни на чем в общем паха в шоке куда влад нас тянет говорит что здесь в жизни он не был хотя он здесь 20 лет в этих местах если или больше за козочкой за козочкой а в ладу поехали играет вот дорога тут восьмидесятом году вездеход проезжал какой-то вот горит так пока баха едем главное это слабил главное слабину не давай вот здесь слева да это не принципиально все равно что туда что туда мы уедем сейчас куда-нибудь вы думали почему мы рыбу поймать не можем потому что мы в поиске мы в поиске блин у меня рот замерз мы в поиске рыба да вот нормально держишь по фарватеру иди тут козами все потоптано он сломали это открыли это за это крышка это как и мы в общем доехали на какой-то дороге она с другого населенного пункта кто-то скорее всего браконьерил ездил наверно потому что тут очень далеко рыбаки сюда вменяемые не забираются могут только не в меня а когда вчера влад рассказывал как его это староверы выковыривали с речи 66 по самые стекла в воде паха не верил что может такое быть ахат сюда чуть-чуть видеть ага логиловый глаз thinkers у суда не доедут если только твой а ну вот этот айпан этот ходил но серега горит сергей саныч саны кстати не пошел с нами пошли выгорит на я отсюда один раз ходил выгорит на всю голову зря наговаривал это мужики рыбаки не браконьер подъезжали сюда он выходили пока нам сейчас как перебраться туда вот поэтому мы не едем по реке потому что вот такая картина он талый ключ впадает и везде лед вот такой можно рюхнуться сейчас влад нам расскажет как нам перебраться на тот берег или покажет водя уйдешь тонкий лед да вон он играет ведь намокни же там уйдешь не ходи слышишь все давайте там пройдем по берегу найдем вон там можно похода я хоть сниму твое секретное оружие уже не знаем что закинуть пока достал губля пришли поймать палтуса на осталось только на него попробовать я сейчас подскажу чтобы не приплыть толкай давай но если сейчас на него бахнет я в обморок упаду прям здесь меня вырубит жабу то туда тоже закиньте там уже все есть водяной опустить вниз у меня есть камера специальная подводная ну такие как будто опаздывают на электричку знаешь а у пролетит такой вот мужики мальчонку взяли с собой бацанчика и носятся по наставили доночек вот этих и ездит проверяют каждый час блин уверенно да быстро шагает все вообще просто блин ванна у меня нету большой я маленький собрал у влада есть большие он на серьезную рыбу настроен блин уходить собирались а вот он в юна моего и ковырял такой кабан для этих мест очень мелкая рыба да да жалко ж так а сколько долбили то здесь ё-моё и вот он сразу клюнул а только пошел вот в эту лунку я до этого в юна достал и он сразу клюнул ну по сука еще как долго я только от отошел до саней вон а ты между то что не уверена так и лягушка большая для него ничего себе я уверен человек 10 или 20 напишет вот про эту пачку сигарет которую кто-то выкинул а мы видите ли мы их не собираем не будем мусор по речке видишь а я вообще не курю два рюкзака мусора на 100 какой собираем вот мы уберем клев начался у владлена вот он еще поймал красавец вот а хотели мимо пройти не хотели буриться тут а а а а а пах ты бы отошел оттуда передачу включит а чуть-чуть газу а 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 иван поехал блин я только выключил аппаратуру свою в тепло упрал за пазухой все сейчас ловить его надо где-то а молодец малой уехал смотри красавец а 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 и а а а а Дома у Саныча тут порядок, чистота, все прибрано, дров. Я спалил, все, все можно спалить. Дров в куте, нам на неделю хватит. Все, еще на одну неделю. Там есть, у меня там все в запасе. Заготовки есть там, да? Все в порядке, спасибо зарядке. Саныч, воду брал, где поставушка, говорит, подрыгал, чуть-чуть порыбачил. И говорит, сосет оно все. Нет, там одна стоит, потом я пошел в дрова. А, там еще у нас стоит? Идите, вспомните, а то вы там будете. Не, надо сейчас сходить, ага. Там одна. А то вообще утро не прогрет. Нет, я ее так еще верну. А, мы же мимо проехали, точно. Сейчас пойдем, проверим. А то я засыпал хорошо, может, не сильно прогрел. Под замерзнет же там, что там на дне. А то, что под замерзнет, опять зажбает. Так, все, не радоваться. Не перенесла вообще. Что отмечать-то будем? О, ты что, музыку включил? Мы еще и с музыкой с Пахой пошли проверять поставушку дальнюю. Вдруг что-то попалось. Сейчас, наверное, сидит кто-то на теплом диване. Чай пьет или еще что-нибудь скажет. Нахрен это вам надо по морозу ходить в темноте ночью. Все, надеешься. Да, что сидеть на теплом диване. Лучше тут сопли морозить. На налима покупать надо, чтобы получить. Не, я не хочу. Да, ну, мне вот такая рыба нравится. С налимчиком, можно попроградать. Ленок, таймень, харюс, налим, нет. Щука тоже не нравится. Вот сутки почти стоит. Она у нас тут живец, все. Сейчас буду выдавливать ее. Промерзла, думаешь? Да. Ага. Вот и пожалуйста, солома и доверху снег. И промерзла сантиметров уже 15. А мы тут думаем, что-то слабый этот шнур. Нам просто там писали, что снегом не засыпаете. Уже больше 15 сантиметров промерзла. Ну вот, отдолбили. Сутки прошло. И живет живой еще. Болтается он. Надо его сохранить еще, может завтра где-то. Ну вот, промерзла сантиметров 15-20. Но сено и сугроб такой снега был. Он выдохся. Вот около лунки, братцы. Ой, около кунга. Задери рукав. Выше, выше, выше. Задирай, наполам. Да, она вот сейчас впитых. Сука. Узкая махать. Леха подъебались, пиздец. Че? Иначе ли сюда добраться не могу. Но он сопротивляется, может быть. Есть возможность это продолбить чуть-чуть. он там он висит это же вес вышел снова вверх и ослабил бы ждать а он сошел он побркался хорошо висит еще висит он погружаться обратно не хочет вот это ближняя которую проверяли сегодня прикинь там обмерзло и в лунку не можем вытащить пойдем по по это по управляешь хоть ты-то по материи будешь такого шланг в один у дверь короче разберешься на открывается готова замыкать придется снаружи а ну поднимай ну ты не перебиваешь хотя бы зацветил вот он отвертся ай-най-най-най-най-най ну да свете нет а я никого не зацветил Пошел снова, все убегай, бегай. Он снова, надо закраться. Пошел, пошел, пошел. Нихуя, я ты его напугал. Тихо, тихо, тихо. Ты не просунуешь нам три пальца всего лунка. Все, не надо, она туда просунула. Ты не сбей крючок, это же, блядь, не крюк. Нихуя страшного. Все, блядь, не ссы. Пап, ты че? Ты сейчас просто крючок можешь съесть, да? На нем там не может быть такого. Я тоже его не могу. Вот его опять подпер сюда, ко льду и все. Ты че, вырвешь у него? Того вырвешь. Не, ни хуя. Ну там, далеко, я руку ссувал. Поводок 40-я, поводок. Подожди. Я не могу его нащупать. Долбить надо. Это, нельзя так долбить. Подожди. Потихонечку, мы сейчас долбили, как так и делали все время. Тихо, вот он. Ха-ха, ни хуя себе, блядь, вы че? Ищите здесь. Да он не шел, ни хуя. Ай, блядь, красавцы. Не вырвешься, пошел дырка. Блин, ну хоть так на сегодняшний день это уже. А ты же вот сейчас вечером проверял. Или нет? Нет. Вот эту не проверял? Нет. Мы же приехали с вами. А, это Саныч проверял. Саныч, да. А что он проверял? Он сказал, не начал, пошли не в баню. Вот такой и клевал днем, походу. Вадя, ну хоть так, блин. Не, ну конечно, конечно. А я хочу ходить. Да, он там до Талова заглотил. Он бы там никуда. Язык он поймал средства. Там нет, ну... Смотри, какой прикол. Лежит даже видать, как он. Я тощу, понял, что там нет никого. Смотри. Прямо уже язык точный. Ага. Нормально он зажрал, он бы там никуда не делся. Да, сладкая язык. Плетенка еще такая. Я просто вижу, я понимаю, что он дергаться. Еще ходим на дальние поставушки, понял. А этот он... Ну это выплюнуть какую-то там... Извиняй за мат. Да, ну это, блин, эмоции. Что теперь? Ну нормально, да, Вадя? Ну хоть так, блин. На безрыбье и... Рак рыбы. А вы дальнюю проверили. А одну забрали, да. Да, колом, он живой. Он носится как сумасшедший, понял. И, ну, сутки простоял. Прикинь, сантиметров на 20 лед промерзл. Засыпанная лунка, прикинь, сеном. Да, соломой и еще сверху сугроб. Ну да, да. А мне там пишут, типа, засыпайте снегом и все нормально. Ой, гад, ты чего? Она там смерзает снизу. А что, если он... Ладно там... Да не, может там просто мужики пишут, что у них морозов таких нету там, да, за 35 там. У нас так никак не прокатит. Не, вот еще картоном мы там засыпали и как-то сверху еще. Да не, если он чуть-чуть приспит... Не, ну мы вот сейчас ездили, Саня, вот Диман и картоном засыпали. Сверху сугроб, ну еще, ну, не сильно замерзал. Живец, если приспит, все, она примерзнет. Ну, это леска, клубки, все, снизу. Нихуя. Да, я говорю просто уже с какими методами уже тут не приходится изощряться, чтобы там хоть что-то как-то поймать. Уже на разные наживки с Настей там. А, ну ее надо убирать, Паха. Уже... Нормально? А потом... А потом как принят? Сиворот... А я думал, что у него пламя такое? Сиворот... Нет, там не понял. Фильтр прикурил. Да ты... Еще раз, давай. Нет, сейчас-то не получится. Как не получится? Да ты опять фильтр прикуриваешь. Да я его уже пилил. Откройте хоть дверь, а то скажут, он сидит, курит. Сейчас нихуя. Единственное, у меня сигареты кончились, блин. Приходится фильтр курить. Ну... Леха, ну кончились, сигареты, фильтр посмотреть. Тоже ничего. А раньше, помнишь, фильтр, короче, на кроссовки прилепляли? Это как черкан. А, закалку? Да, да, да. Ну, ебанас, свет. А там в первой школе у нас у всех маньяк-то был. Сейчас постраешь школу, блин. Пшш! Слушай, что за вихряет? И главное дело, что это... Работало. Вообще исполк пиндаля. Ну? И что тебе, как Прима, нормально сейчас? Он плюется. Фильтровую сигарету, табак сплёпает. Сер! Тянется. Что это нахуй тянется? Вы с дровами думаете надо? Чтобы вам все по порядку. Да там два куба есть в печке. Друзья, доброе дальневосточное утро. морозная 5 у нас она за 35 наверное где-то но за 30 мороз сто процентов вот сегодня домой мы поедем но поедем рыбалкой будем останавливаться вниз мы далеко уехали больше 30 километров по реке 20 это тоже стучу пока ни одной поклевки не было и лягушку разорвал были уже тут и две удочки и караеда вон туда поставил он там вот на этой удочке клевал клевал и поддержала он раз сошел пошел за другой удочкой сбегал караеда туда поставил сюда лягушку вот смотрите вот живец простоял двое суток вот здесь вот сколько расстояние до лунки да вот не хочет он брать вот вот пока подносом и не просверлишь что ты будешь делать с этой рыбой в виде хвост откусаны да кто его откусал выдра наверно да и все кстати есть таймени которые вот эту рыбу сожрут и даже не заметят вообще не заметят огромные таймени есть слава богу не зря я тут самого утра бегаю может еще чудерник лягушку жалко серы ты принципиально куришь начинаешь курить с фильтра называется текаем потихоньку паха 1 поедет там сейчас прижимы какие найдет встанет забурится и мы под подъедем сейчас набор собирали мусор сжигали убрались и поехали ну да порядок навелить чтоб никто после нас не говорил какие тут были поросята мы слетал как на лодке такой плывет а вот куда крыло надо закрыл и чеку даже закинул одно главное чеку поставить потом вы дохуя чего не найдем это мотогонщики жарит на у нас дорога прямоходная мы едем по качкам нам вообще пофигу где и как чисто прием 20-30 километров да кто-то сказал столько Влад с этим радиоприемником интересно ехать не уснешь ахахаха не ну прям вон течун этот течет ты дурка мама не горит да мы вообще блядь товарищи господа товарищи вы даже не понимаете где мы находимся это мне кажется экскурсовод если был такой в москве на экскурсии знаешь и саныча туда загнать этот экскурсовод бы здесь вспотел я про тебя чтобы ты экскурсии водил а про инсуфирование ну да 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 базара нет ну таких они не поедут они сюда не полезут это точно лёха я тебе отвечаю да мне кажется ради тебя серых приедут ты покажи сотки блядь которые блядь 150 километров до них еще чехли мы их обходить будем базара нет не знаю эту территорию слышь ну тот тут может быть какой экскурсовод я бы нахер как правильно сказать да говори как знаешь да ты не слей нахер да я нахер бы велел эту экскурсию еще и спасать придется придуркам эти это да но тут хоть вертолету ездя приземлиться да да тут вертолет тоже блядь на нормальном тамолёне боевом так разогнатый ну не сможем как по-другому еще давай с раскачки да ну лишнюю вытащи да наверное там все зацепится за конки на подержи давай его закинем подкинем давай там разберетесь хотели тут подъехать порывайте там машина стоит а вон она паха сказал сейчас мы тут хапнем на какой-то яме ехали и наконец приехали я решил заглянуть не влад на этом стадионе рыбы нет не знаю видно не видно он харюс там еще были харюза а крупные не видно рыбки да мне такое чувство как будто я его пускаю и они это ну да я же там опустил камеру включил ее и хвост такой на пол экрана я потом крутил крутил и он куда-то убежал а в ту сторону крутить но не знаешь какую сторону а там течение и сразу ее это проворачивает тяжелая мать пучок какой червей на палку я тогда приматывал но палка тоже когда ты ее вращаешь провод наматывается какой у нас первый город легче все обратно да Леха сначала говорит плохо тянется а потом как примат блять ну я просто такие разноцветные не могу въехать как сначала говорит ничего а потом говорит как примат с какой стороны блять пришмаливать блять да кури уже отламывай его да и все покажи им что здесь такие места да на эту камеру особо не видно а да так только силуэты ну это глазами надо видеть ну просто просторы эти тут просто красота я вот даже вот внутри себя это понимаю блять а охотиться здесь кто-то охотиться где-то участки не но это участки конечно тут и путевки все и ну и промысловики и лицензии зверовой ну вообще человек где-то бараки ну вот на пасеке вот на которой мы жили у Коли тут участок да он то еще его не допитит никогда в жизни ну у него там участок пиздец там вот у Пахиного отца ну ладно так заехал 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 Леха заберу да мы едем домой все я забрать вон и чаги надо было и все а вы тревел ну конечно есть еще возможность кого-то зацепить если взяли бы да поедете будете чай давайте попьем да я этот перегружусь пока да давай да ты заглушишь давай уехали а я поехал к вам с Пахой они должны были приехать ну сюда там через пару дней а серому уже похер вот как сейчас сюда залазить она мне по шею охренеть вот эта высота кстати вот эти как колеса обдирали как мосты раздвигали это все в телеграм-канале Иланоч там все помогал это делать много сварочных работ там было да вообще много возни было так что можете зайти уже не буду заострять внимание ну вот просто вот покажу мост средний вперед пододвинули чтоб колеса поместились диаметр то большой кразовский диски все переделывалось Ванька делал ну идет хорошо что поехали что поехали да 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 погнали Паха ладно давай в очередной раз спасибо тебе за компанию давай я говорю тебе тоже спасибо ага все поехали всего доброго вам здорово давай пока я поехал давай пошел Паха я говорю нет ну что ты такой Сережа да поехали Серый тебе хватает что ты все я тебе чая налью Серый а вот кофе чай и кофе тем более не плюс все погнали погнали да ты только научился нормально сигарету вставлять той стороной садись и поехали у него сейчас рубец на сердце будет порыжниковые давай давай пошли все пара всего хорошего блин форс-мажор тут у нас вышел выехали едем по маленькой деревне а тут ГАИ на переезде проверили у Влада документы все пожелаю счастливого пути все в порядке да слава богу Сергей Саныч у нас же четенько хахах орет там вот он сидит все водя поехал серегой выгрузили меня вот шмурдяк весь мой вот рыба сколько тут одна треть мешка килограмм 15 то весь улов и еще и паха сказал забирая не буду брать он еще неделю там остается рыбачить много это мало чертова конечно не да не 50 килограмм как многие рассказывают там не сто но хотя влад говорит многие обманывают так дома языком про трепется там влад как бы старый рыбак это же нифига не поймали горит отвратительная рыбалка за много лет вот такая вот рыбалка первый раз на его памяти как бы надо горит ехать когда уже двигаться рыба начнет конец февраля март лучше всего в апреле вообще надо проезжать на болотоходах туда на квадроциклах но это далеко идущие планы не знаю будут они воплощены в жизнь или нет ну в любом случае на рыбалку я буду ездить меня это привлекает охота как бы так не очень больше отношусь это как просто мясо добыть и все рыбалка мне прям азарт какой-то знаете охота бурить бурить рыбу искать интересно особенно зимние интересно ладно друзья поеду уже поздно дома ждут дети жена берегите себя близких всего доброго поеду домой а и и Продолжение следует...